Наши очень, да? Меня Максим зовут, это Мария, я вот хотел Марии сделать предложение. Мне уже просто скучно рассказывать о том, подожди, предложение, не то предложение. Мне уже скучно рассказывать о том, какой я алкоголик и там все такое. Я хотел сказать, давай я про тебя расскажу, а ты про меня, как будет интересно. Че, кто пиво начнет? От того, как ты расскажешь, она не зависит, как она расскажет. В общем, Маша с Перми. Слушай, я сейчас понял, что я так мало знаю. Это будет самый короткий, наверное, рассказ. Какой у меня цвет глаз? Цветный, голубой. Вот, она родилась в Перми. Какого числа? 14 января. Какого год? Вот, 85. 14 января? Да. Тебя мама тоже теста? Да. Какой размер ноги? Три. Сороковой. Она размер кольца? Нет. В общем, она что, она такая активная, такая постоянная. Ну, она системная была. Она ветеринарный врач у меня, вот. Любит кошечек, да, вот, когда закончила школу, вот этим и занималась. Кастрирует. Да, любит яички обрезать, я самому знаю. Не столько кошечек, сколько обрезать яички кошечек. Просто кошечки слабее, да? Она любит путешествовать, вот, и раз-два раза в год она куда-нибудь ездит, вот, постоянная. У них там в Перми, да, в Перми, есть турклуб «Игора» и разные другие турклубы, и она ходила и куда-то ходила. Да, куда угодно. В общем, у нее есть КМС по спортивному туризму, и ребенок еще есть. Да, ребенок есть от первого брака. Ну, что еще сказать? Ну, что она веселая, заводная вот меня. Про сыроедение пишет. Про сыроедение? Ну, мы с ней как-то на этой теме... Ну, изначально, мы познакомились год назад в Крыму, и у нас эта тема, ну, сразу как-то всплывала. Ну, мы, знаете, как мы и вегетариане, да, так скажем, начали-то не так давно. Вот, поэтому у нас... Ну, тема касалась, что мы хотим почему-то, ну, стремиться к какой-то чистоте, к какому-то росту, развитию. Ну, мы совсем с ней разные, может быть, поэтому и дополняем друг друга. То есть у нее такие, ну, немножко другие мышления и финансовые, ну, и, конечно, показатели другие. То есть если я быстро все трачу, а то она быстро все экономит, короче, как-то складывается. А еще она, короче, любит массаж, знаете, и мне кажется, что вообще и пять человек, и массаж не сделали, у нас, кажется, мало. Вот, вот, я сижу, у меня уже руки болят, и потом мы знакомимся, вот, и еще предстоит подбираться, наверное, там. Ну, и все, я продолжу, там и с Сашей. А чем зарабатывает? Чем она зарабатывает? Ай-й-й-й-й. Праной. Да, она в потоке тоже. Я снабжаю, наверное, все благодаря мне, но я хороший. На самом деле она накопила себе небольшую финансовую подушку, но она у нее есть, как вот, для спокойствия, да, вот, как любят девушки, да, там, что стабильность, там, и все, она стоит в потоке. То есть если бы у нее не было подушки, у нее была бы паника, а что делать? Я пошла бы копать. Да. А так она, ну, она не ленивая у меня, вот, она занимается и уборкой в доме, и... Готовит? Да, очень вкусно готовит. Ну, бывает, жалуются, там, что, да, вот, я на тебя готовлю, там, мы раз в месяц ссоримся обязательно, короче, чтобы она готовила, как будто для себя, и так много-много готовила, там. Я такой, да, случайно рядом оказываюсь, такая, ну, ладно, ешь, там, вот, и обязательно, там, ну, надо что-нибудь, там, деньги посчитать, там, что-нибудь помериться, там, я должен, там, и всегда у меня, короче, если мы расстаемся, я ей должен, и я остаюсь, должен больше, чем у меня есть. И поэтому она не может, не может, не может уйти, потому что, ну, я должен, как бы, вот. А просто по факту должен, вот, там, ну, это стимул. Либо, да, прокат, там, рюкзака, там, балладки, там, не башни, ну, чё, я должен. Ну, а так вот, она моя мужа, на самом деле, женщина. Ты еще, ты выставишь за мусаж, что ли? Да, мой должен, да. Ты знаешь, какая ему голову сейчас вычислила? Да, 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 хорошая. Так что, да, я уже делаю чемпионалы, чтобы Маша успела, там, вот, рейка сейчас сэрит. Ну, вот такая хорошая у меня Маша. Ладно. Любую ее. Ну, спасибо вам, пожалуйста. Спасибо тебе. Вот этот молодой человек Максим, бывшим наркоман-алкоголик. Познакомились случайно, потому что не случайно. Когда я поехала с топом в Крым в том году, вот, он там наркоманом был, алкоголиком. А я такая благая, приехала, еще ему отдавала. Переписывались полгода. И потом решили в Крыму начать жить вместе. Вот, пытаемся лжиться вместе. Уже столько времени. А что я хочу про него сказать? Венеевический дым. У него сильная Венера. Он думает... Не то, что вы подумали в дымах. Он думает на людях себя показывать. Это он такой венерический дым. А на алкоголик. Прокурка на что-то не задерживаешься. Подписаться. А потом у него еще масса. Вот видите, он такой... Хоть и живет, но он все равно такой накачанный. И живет как поразел. Вот, что у него... А еще болтолог. Поэтому у него меркурий хороший тоже. Маша хорошо обучается. В бывшем был строителем, недостроителем каким-то там. И решил продвигаться в интернете, чтобы не сидеть. У меня нос шеи. А вообще, знаете, как бы все смешно, но вот по поводу отношений мать и дитя, это к нам, короче. И я думаю, что с каждой ссорой, как тут один подметил у нас человек, который живет, я формирую его мужественность, чтобы он становился сильнее, и так не реагировал. То есть прокачивался, как мужчина, короче говоря. Но это вот уже по-серьезному, если... Потому что у нас бесконечная ссора. Вот. Значит, что еще там? Да, достаточно. Нет, вот я... А продвигается в интернете как добывает? Инстаграм, рекламы. Там что-то делаешь, да? Да. Как это? В продвижении через Инстаграм. А чего? Чего-нибудь, да? Продуктов любых, чего хочешь. Времени нет, у меня можно сделать. Пусть ему рассказывает. Рассказывает. Вот. Но так как у него с этим все как-то так уже не очень идет, он решил перейти на YouTube, чтобы еще и в Венеевичество проявить, красивее стать там. Ну, в общем, короче, на YouTube-канале. Он и меня, и себя, и Софью, и всех, короче, сейчас там пытается продвигать, показывать, снимать. Бесконечная снимает. Вот если вы будете идти там в туалет, и еще куда-нибудь, и вас снимают, не пугайтесь. Это нормально. Все подряд снимает. Просто пойдет на канал. Потом увидите себя в Канале. В Канале. В Канале. В потоке. В Канале. Он все время находится в потоке. И не ищет себя. Вот. Я хотела сказать, что я тоже ищу себя. Вот мы такие ищущие и ищемся. Мы далеко от Земли ушли. На третий адаш еще. Ты астрология? Нет. У нас просто был курс по астрологии. Очень много лекций. Понятно. Прям не под часами будут. Я не знаю, сколько часов мы провели. По каждой планете. Ну, записалась на подскорочку. Маша просто, да. И она если что-то берет, как вот это, она прямо едает. Ему прям просто. Она может сутки просто. Милованов все, поехали. Потом такой шукан. Она все знает за Милованова. То есть, другого кого не открыла. Все, говорит. Живем теперь по-другому. Сейчас на стиле нарисовала. Базуев все, по Базуеву. Если на стиле даже. Кумир Базуев. Ты же, я к нам жить Базуев. Есть Базуев у нас. Заходите на нас. Не, а если про меня добавить, то у меня, короче, что страдает. У меня страдает организация себя, своего внимания. То есть, я не умею. Самодисциплина, самодисципленность. То есть, я начал свой духовный путь, ну, наверное, сколько лет назад? Четыре года назад. Меня просто загрузили в багажник, отвезли в реабилитационный центр. Я там знал себя в Барыгной районе. Ну, жестко было, короче. Венера все время уводит. С того момента, как бы. Ну, а меня с детства, в принципе, в космос. Дайте, ну, ну, как космос? В космосе понимание порядка мирового, да, что вот это энергетическое общее поле. Ну, я, видишь, давай-то хотела. Все, хватит. Вот, и теперь, ну, я... Она не хочет, чтобы про тебя это знали. Зрываюсь. Что это всякую, да. Короче, что... Ну, она главная, короче, теперь моя жизнь, поэтому все вопросы через нее. Я все. С водосырые деньги, честно говоря, он меня первый привел, потому что я знать про это знать мне даже не хотела. И не то, что в свой день, а в же вегетарианство слышать не хотела. Вот, я, правда, ела мясо каждый день. Они у меня ребенок, я с мясом каждый день. Я всякие котлетки делала, ходила мясом. То есть, год назад, получается, когда я не помню, я сначала тему про вегетарианство, мне что-то говорить, я думаю, что у меня там чешет, короче. А про свередение я вообще отмахивалась, я думаю, что не впредь меня. Вот. И как-то так все получалось, что к этому вот тихонько с ума все подходило. У меня аллергия началась на белок, то есть, с ума все прям во вся вселенная. Я такая, хоп, уменьшила количество белка, так, хоп, хоп, потом переехала. Переехали мы в Крым и понимая то, что в такой погоде да вообще какое мясо там есть. Там не фрукты можно сутками ездить бесконечно. И все это плавно перешло вот так вот. Я попалась сюда. Довольна сыроедением? Да, конечно, довольно сыроедением. Сейчас добавлю. Короче, она мне говорит, поехали в Крым в лагерь сыроедов и она с точки зрения, что экономит. Я говорю, я специалист айтишный, то есть мне надо наоборот кондеры, красивые там шторы и вообще вот все такое евро, чтобы я мог, ну, большой себе ценник ставить, то есть, ну, хорошо свои услуги продавать. То есть, и я тогда к этому не пришел, мы опять поссорились от бутылки лодки, но дома я такой понимаю, да ну это все в баню еду отдыхать, вот к Грише, то есть у меня там 2100, а что-то там очередной раз там банкрот, типа того. Вот, и мне понравилось, я за 10 дней скидываю 8 килограмм, буквально как спусталась у меня Гам-фу. Ну, я приезжаю к ней, говорю, ну, я не знаю, как ты, я еду в Абхазию, она говорит, ну, хорошо, милая, здесь с тобой. И все, с того. Я хочу бросить в этот момент. Да я бросила...